Ого, спасибо. Я считаю, это мощный, конечно, крутой результат. Не хочется погружаться, типа там, как вы пришли к этому, типа там, как ты там получал. Мы это, может, отдельно, там, в середине или в конце расскажем. Идея – это ваша воронка. То есть, сколько вы льете ежемесячно, какие показатели, Роми, цена подписчика, коммерсия. Ну, прикольно, погрузимся туда. Интереснее, чем для традиционных интервью. Типа, а как ты ко мне пришел? У тебя болело. Такое интервью уже есть. У нас на YouTube-канале подписывают. Мы здесь с Димой интервью списали. Давай погрузимся с цифрами. Ну, это кто-то раз больше, да? У нас модель героическая. То есть, мы героически верим в то, что вкладываем вперед 200-300 тысяч долларов, мы их вернем через три месяца. Ну, через полтора. Вы надеетесь или надеетесь? Мы знаем. Ну, то есть, ребята работают через запуски. Запуск происходит раз в три месяца или два месяца? Три. Раз в три месяца. Давай сразу по продуктам. У нас есть ряд продуктов. Есть лин-продукт, который живет уже шесть лет. Один продукт. Я его придумал когда-то там для брата, 12 лет. И вот он живет. До сих пор теперь он называется «Фабрика». Это про шаговое устроение. Не со скидаем, а там на самом деле это про все. В целом про месяц. Второй продукт – это поездка в Китай. Третий продукт – это курс по трафикам. Оно перетекает. То есть, мы накидываем людей на продукт по Китаю. Сразу много, да. Потом эта аудитория перетекает практически бесплатно для нас в продукт по трафикам. Часть людей, которые восхищены где-то в Китай. Ну, там, мы мало берем, сколько человек, два раза в год. И еще есть продукт форум, и бизнес-встреча, или что там было. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Ну, форум, вот в прошлом году у нас был один форум в Москве. Это для нас был такой проект на шесть месяцев, который, откровенно говоря, у нас немножко, ну, трапом, то есть мы взяли из большого дела, сделали его вместе с синергией, и по годам мы его делали, вот, делали-делали и сделали, и сейчас такое ощущение, как бы, в послевкусе… Набили потом в плюс. Просто прикольный даже кейс. Да, ну, прикольный кейс. Мы потратили там под миллион долларов на его организацию, вот, ну, давай. Сильно в минус сыграли. Сильно. Нам пробу, ну, пробу, сказал 24 миллиона. 24 миллиона минус. Давайте им поаплодируем. И, наверное, не помню, что мы любим. Мы любим онлайн-школы очень сильно, потому что все-таки в минус идти сложновато. Окей, по цифрам помечено, то есть все-таки, как вы делаете, к примеру, когда нет запуска, у вас там не по нулям уже, правильно? Давай, давай, давай. Давай. Нет запуска, ты не держишь. Нельзя запуска, ты не держишь. Короче, к этой модели мы дошли сразу. У нас лон-шистема, то есть запуски. Запуски ежевантальные. Вот, если мы разделим, к примеру, вот этот трехмесячный выход, да, три месяца, то он делится, условно говоря, на три части. Первый месяц, где реально рынку нужно сделать отдых. Ну, то есть это наша гипотеза, это то, что работает очень круто. Реально активного запуска у нас два месяца. Первый месяц, вот вторая часть. Мы собираем предрегистрацию в программу, то есть целью нашей является собирать различного рода мастер-классы, которые есть под разные сегменты аудиторию. То, что ребят сейчас нет, они говорили, что сейчас будут делать. Вот мы делаем три мастер-класса, которые чередуются между собой. Мы этим самим собираем две дырки. То, что первое, у нас не возникает там баня на слепоты, там аудитория не выгорает. И мы четко понимаем, что у нас есть несколько категорий предпринимателей. Мы каждый мастер-класс проточили в плане фундаментального маркетинга. То есть все потребности, боли, страхи, возражения, которые возникают у людей, они очень сильно плотно проработаны. И на самом деле не трафик является такой ключевой. Можешь по-другому вопросу? Какие это мастер-классы? Например, есть новички просто по теме тех, кто хочет зарабатывать деньги. А есть люди, которые, например, в товарном бизнесе уже. Есть люди, которые просто в бизнесе. Под каждой категорией таких людей есть свои крючки. То есть буллеты. Свои заголовки, свои фонзаголовки. Они разные, например, бинары. Да. Совершенно разные. Марафон у нас есть. Марафон по бизнесу с Китаем. А как тебе, не зная ничего про Китай, что-то сделать и вот за два дня ты узнаешь... Короче, если есть аудитория, ты знаешь ее портрет четко. Ты можешь сделать майн-карту и все полностью расписать. Что они хотят, кто эти люди, чего они боятся, что для них важно, что для них первостепенно, второстепенно. Это все формирует у тебя этот некий портрет. Подалкиваясь от этого, ты делаешь в ментальной карте просто предложение, которому просто нелогично отказаться. Если ты четко понимаешь, что аудитория, кто этот класс, под нее делаешь идеальный оффер, в плане прорабатки текстов. Именно тексты, это есть скелет. У тебя очень хорошо на этот скелет получается насаживать мясо, то есть трафик. И именно чем более максимальный оффер, чем более он релевантный под эти аудитории, тем лучше получается делать очень крутые объемы. Уже вопрос трафика другой, там много своих интересных фишек, всяких нюансов, но суть в том, что мы делаем некое чередование. То есть мы делаем три вебинара, которые чередуются между собой, то есть мы говорим там без никаких перерывов. Первый месяц к запуску делается. Еще раз извините меня. Ну то есть вот здесь происходит запуск, да? Запуск. Здесь был прошлый запуск, да, соответственно? Нет, сейчас. Когда вы начинаете... А, это запуск. Первый, второй, третий месяц. Это первый месяц после запуска, это отдых, условно говоря. А, отдых. Мы на отдыхе очень жестко. Ну, все. Трафик, они... Ну просто ребята получают зарплату, соответственно, да, и вы уходите из минуса, да? Условно говоря, можно сказать так, но просто у нас учитывается запуск курса по трафику. У нас команда на двоих, мы так сделали. И у нас в этом плане все грамотно друг друга прикрывает. И затратникам, и приходникам, и так далее. А, это же недавно появился продукт по тратикам, правильно? Ну, уже больше года. Уже год мы активно его. Ну, просто были разные продукты. Сначала был этот курс «Форсия», потом «Гугл». А сейчас... А сколько делает оборот этот третий? Ну, в прошлом, который был 11 миллионов. За год, да? Нет. Нет, это один запуск. Это один запуск. Просто там тоже прибавляют цифры, получается... Ну, там, это уже отдельная история. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Ладно. В общем, по запуску. Второй и третий квартал. Ну, второй и третий месяц в квартале, условно говоря, это период активного запуска. Вот мы много лили трафика. Раньше у нас были запуски такие, там, привел на вебинар, там, что-то сконветило, что-то нет, там, ты ждешь, непонятно как, как вы говорили, и сидишь, молишься, там, что сконветило в последние, там, волна, там, за семь дней оплаты пришли. Эта история вообще не в долгую. Я вот очень люблю аналитику, очень люблю цифры. И мы сидели с ним и долго думали, вот, что сделать так, чтобы все контролировать, чтобы полностью поднимать все микроконверсии и четко понимать какие-то прогнозы. Я просто разбил на маленькой части все, что у нас было. Словно говоря, разложил это все. И я понял, что есть все показатели, которые можно просчитать. Мы действительно эти показатели свели, и я начал думать, как сделать так, чтобы вот прям точно было. Что имею в виду? Вот если у вас чек 20000 рублей, там, средний вы подаете, вы четко понимаете, что вебинар вас не будет конвертировать. Но если вы бы поставили 20000, вы бы уже больше цифру конверсии видели. Условно говоря, если есть 1% против, там, 10%, если вот тут вот вы будете анализировать что-то, тут вы четко поймете цифру, где есть просадка явная, а где есть прям хорошо. Что такое 1%? Ну, например, у вас есть какая-то цифра в жизни, например, конверсия, 1% что-то, да? А есть 10. Ну, эта конверсия – это составляющая разных сегментов, разных показателей, и всего этого происходит. Может, просто мы опишем? Мы просто с вебинара продаем бронь за 100 долларов. Все, для нас 100 баксов является конверсионной единицей. Вот ребята помогли продавать на вебинаре бронь участия в курсе. Вот, как это, сейчас забронируем и получишь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И еще поцелуют Сереже Капульски на блог. И, это, кодилам от Димы. Вот. И они бы могли это продавать, ну, к примеру, за, там, 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей. Ну, или, там, за, там, 6 тысяч, ну, 10 тысяч рублей, например, да? И у вас бы вебинар конвертировал. Ну, то есть, у вас было бы с вебинара, к примеру, там, 100. Ну, знаешь, мы осознанно не делали, потому что мы заметили, что когда мы вводим что-то дешевое или даже предоплаты, у нас потом, ну, хреново достаточно конвертируется в большой продукт. У нас эта цифра варьируется в пределах 70-75%, и этот продукт, который, бронь, он является же и продуктом, это некие, там, 3-4 уроки, которые закрывают у человека возражения, знакомы с продуктом, увлекают его и продают, соответственно. То есть, и под каждым этим, всем, то, что человек эти видео смотрит, мы назвали это интенсив, условно, ну, условно между собой. А, то есть, вы говорите, как бы, продукт? Нет, 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 мы продаем просто бронь, а человек получает некие уроки еще бонусы просто. Это дополнительные уроки, которые ты закрываешь возражения. Да. Короче, если вернуться к теме, там, просто докрутки между одними и десятью, на самом деле, просто, ну, плохо, что люди не понимают этого. Потому что, если вы завтра запустите вебинар, вас не будет ничего не конвертировать, вы не поймете вообще, на чем вы стоите, и не поймете, хорошо вы делаете что-то или плохо. Если вы начинаете что-то контролить, то где-то, если у вас вебинар, там, конвертит с конверсией 10%, вы поймете четко, это 7% или это 0,5, или тут, там, 15. Вы четко поймете, что 0,5 надо отсечь, например, какой-то сегмент трафика или сегмент аудитории, или день, недели, в общем, любой сегментированный показатель. А 15 надо повысить и на эту кнопку давить. То в ситуации с одним процентом вам нужен очень большой объем, чтобы понять, вообще работает или нет. И вот на этом фундаменте мы построили всю аналитику. И, ну, я сейчас просто покажу, нарисую там вкратце аналитику, ну, воронку полосу еще, и покажу, как просто можно считать по-простому и всегда контролировать себя показательно, что-то рассчитывать. Ну, конечно, на второй месяц вы продаете как раз таки в эту бронь, да? У нас есть задача сделать cash flow на протяжении, там, двух недель. Для меня есть просто финансовая такая планка, что если я, там, лью очень много денег, мне интересно же, конечно же, чтобы не окупались. С 100-долларовым бронем мы сразу же можем укупать на 30%. Но в протяжении, там, двух недель мы продаем, там, доплаты, там, или полная оплата, и мы должны копиться, там, один к одному. Цена у вас прогрессирующая шкала? То есть если такой, что движет, то дороже, да? Конечно. Мы создаем некие пики продаж, то есть, вот, говорите, мы не делаем скидок. Мы, в принципе, таких скидок тоже не делаем, но мы делаем график роста цен на каждый запуск. И когда человек видит график роста цен, мы создаем, ну, искусственные, четыре пика. Четыре пика вот таких вот продаж. Перед каждым пиком человек очень много брони наплачивает. Очень, ну, проще динайон оставлять на дело продаж, проще принимать много оплат. Ну, не суть. Короче, смотрите, как баронка выглядит. Она очень похожа на вашу. На самом деле, что вас прикрывает, то, что вы можете видеть цифры, что хорошо, что у вас есть анкета. Вы смотрите просто по анкетированию, кто как заполняет, вы сразу же видите жопу, условно говоря. Вот. У нас немножко по-другому, и хорошо было бы совместить подход. У нас есть просто линк пейдж, как ты рисовал Серега. Линк пейдж. Это страница, на которую человек заходит, там, но конвертируется на мастер-класс. Он конвертируется, и есть страница благодарности. Сэнки пейдж 1. Вот. На сэнки пейдж 1 все очень просто. Дима рассказывает в видео, тут пишет текст, что вы зарегистрировались на мастер-класс, что поздравляю, все хорошо. Вот именно письмо на вашей почте уже находится, что вот там все детали внутри. И он говорит, что перед тем, как вы приступите к просмотру мастер-класса, вы должны сделать два очень важных действия. Шаг 1. Это оставить телефон. Конверсия 40% в телефон поставления на сэнки пейдж 1. То есть вот тут у него идет телефон, ну, плюс 38, там идет, ушло. Он оставляет, этот шаг теряется, у него пишет шаг номер 2. Вы должны подписаться в мессенджер. Это тоже порядка, там, 35-40%. И тут есть иллу, там, ну, это может быть любой мессенджер, в принципе, не важно. Важно то, что человек помотивирует в следующем действии, потому что ты получишь, а, бонус, б, там, персональные напоминания, там, ицеты, там, будешь получать какие-то интересные обновления. Собственно, он подписывается. Тут мы собираем только мейл. Почему? Многие там спрашивают, почему не чат-боды, почему там, там, не телефон, имейл. Потому что мейл – это менее стрессовое действие. Мы идем к менее стрессовому действию, к более стрессовому действию. Очень просто оптимизатору внутри трафика именно подбирать аудиторию, где есть простое действие. Ну, очень большая, конечно, если сайта получается. Ну, у вас, в принципе, то же самое. Мы видели? Вот. И все время, по-любому, мы видим воронки других игроков в рынке, постоянно все друг другу смотрят. В общем, дальше. Человек подписывается и в мессенджер, и в мейле, собственно, идет цепочка. То есть вот тут он подписался, тут есть мейл – цепочка, тут есть цепочка, которая там в лилу в мессенджерах. Она, в принципе, сама по себе не сильно отличается. Есть там приветственное письмо, как и тут в лилу еще идут бонусы. В мейле, соответственно, если в бонусы ведет предложение подписаться в лилу. У нас там разные все воронки. В принципе, суть к этому сводится. Вот. И есть одна еще страничка, которая вот интересная. Это страничка ожидания. Можно ее назвать на гиппейшбан, но это не совсем. Это реально страничка ожидания. Ну, там у нас называется OPHP, например. Вот. Страница ожидания, что она собой являет? Значит, все люди, которые получают письма в лилу и в мейле, что будет мастер-класс, они заходят на нее и тут еще раз мы с них сбираем телефон и мейл. При том, что если они зашли с почты, тут у них OPHP. Это и есть check-in, по сути. Да, это по сути check-in. Это check-in страничка, да. Ну, то есть перед мастер-классом. И тут есть очень важный момент. Тут есть видео, которое человек может посмотреть до трансляции. Тут есть сбор телефона, опять, если он ее не ставит. И мы мотивируем их, как оставить телефон, что вы можете пропустить трансляцию, типа мы вам напомним, в день мастер-класса там или в день мастер-класса. Вот. И они тут заполняют. Если кто-то не заполнил, то мы добавим инвесию до 50%. Собственно, и подписку на мессенджер тоже где-то на 40 набивает. Короче, вся цепочка писем, которая идет, она ведет в итоге на OPHP. И мы мотивируем их, чтобы посмотреть видео, которое мы как раз подбирали. Вот страница, вот проверьте. То есть разная мотивация. Они заходят, естественно, и видео они реально смотрят. То есть мы это очень хорошо отслеживаем, постоянно смотрим. Вот, мы так. А сколько мастер-классов проходит до запуска? Ну, там конкретные цифры я не могу сейчас назвать. Например, там мастер-классов может быть 20. Но там самое важное не это. Самое важное что? 20 продающих мастер-классов. Да, но там важен еще один момент. То, что мы, если собираем очень много людей тут в предрегистрации, они же все варятся в котле. То есть очень важно включать различного рода оборонки, прогрева. Они же потом крутятся и в кейсы, и отзываются. А потом эти люди, которые пришли, они же следят дальше, не смотрят. Проходят некий жизненный такой цикл, скажем так. Путь клиента и цикл сделки проходят. И за этот тревог, когда они там смотрят, думают пойти или не пойти, нужно максимально жестко надавить на их ключи в голове. То есть мы четко понимаем, что люди хотят. Вот каждого занятия мы поработали очень крутую ванкарту, где мы поняли четко, что человек конкретно хочет. И это мы выписали, и есть там несколько точек, которые можно ударить. Эти точки бьют в контенте видео, эти точки бьют в письмах, эти точки бьют в кейсах, то есть то, что люди проговаривают. Все боли и страхи, что у них есть, они слышат вот уст людей, которые говорят в кейсах, ну, сценарий очень важно кейсам проработать. И у них эти возможности закрываются. То есть мы максимально скармливаем у них контент. И дальше, вот тут на этом цикле, Дима проводит три двухдневных еще мастер-класса. То есть тут мы формулируем некую критическую массу. Вот эти же 20 мастер-классов до запуска Дима проводит? Нет, это автопобинары. При том, что мы автопобинары попробовали впервые. Я долго упирался. Так же когда-то, как из онлайн интернет-магазина, продажи посуды, я долго упирался. Я думал, что посуду никто не будет покупать через интернет. Но есть такие у людей, знаешь, что предпринимательные, есть такие стереотипы, да. По разным причинам. Ну, и ты просто тупой. Какое-то время долго тупой, потом что-то произойдет. Кстати, хотелось бы поделиться с людьми, делал так насчет этого вебинаров. И я уверен, что это мало кто делает, вообще мало кто понимает. Мы когда сделали этот веб, сначала у нас было все хорошо, потом почувствовали очень жесткую просадку. Мы включили мозг, просто начали думать, почему же все-таки так начали анализировать. И оказывается, что показы, рекламный источник, они шли по тем же людям. Facebook есть, они просто оптимизатор устраивается максимально дешевым конверсием, да. Но это не совсем правильно для нас, потому что у нас есть лимон, мы его отжали, а Facebook по тому же лимон, условно говоря, показывается. Показываете, 99% людей, которые нас не купят. В чем делали? Короче, все люди, которые попали к вам воронку, топишь, зашли на сайт, да, то есть зашли на сайт. Вот просто в таргете делаете такую настройку, пусть сейчас запомните, где вы исключаете всех людей, которые попали к вам на сайт. Лид у вас будет стоять дороже. Но тем самым вы оптимизатором будете говорить, ищи новую аудиторию, не показываясь тем, кто уже зашли. И люди будут больше вовлекаться, доходимость стала выше, конвертация стала выше. У нас есть четко таблицы аналитики, где мы четко видим, где новую аудиторию привлекаем дороже. Давайте это рост x3 через трафик. Бесконечная аудитория. Короче, смотрите еще раз. У вас есть, например, кул вашей аудитории. Например, какой-то шарфную аудиторию, что вам говорят, представим. Оптимизатор Facebook крутит, вы делаете цель оптимизации, он начинает крутить, реклама крутит, крутит, крутит. Если они сегодня видят, что мастер-класс у вас проходит, он будет сегодня. Завтра они заходят мастер-класс сегодня. Рано или поздно, 30, 40, 50 дней, вы нажмете эту аудиторию, они, ну, а, перестанут вам мерить, перестанут вас вообще воспринимать. И Facebook сам по себе, однако, работал алгоритм, не будет вам новую сильную аудиторию искать. У вас там есть потенциальный кул 500 тысяч человек. Но вы просто, вы даже не представляете, какая большая аудитория Facebook и Instagram. То есть у вас там 500 тысяч человек за запуск крутится или миллион, но на самом деле у вас потенциальный кул 4-5. Мы за запуск 2-3 миллиона людей. И этому делаем такую штуку, когда, когда вы крутите автовеб, человек, если попал воронку, то есть зашел на сайт, он не должен уже больше этого видеть. Все. С ним уже должны просить другие вещи. Другие вебинары, этот же вебинар, только другие дни. Он должен видеть что-то, типа, как поживой. Интересно про команду вашу? Сколько людей у вас? Мы за прошлый год не раза полностью поменяли команду. Ну, не почти полностью, но у нас был такой, начало года было, у нас было 7 продавцов, роб, бухгалтер, и один программист, такой, который делал все. У нас был бухгалтер и один программист. Это уже когда вы молили команду? Нет, это в начале прошлого года, ну, начало 18-го года. Под ТОТ это остаток команды после увольнения, правильно? Нет, это я тебе говорю просто сейчас, как мы зашли в 18-й год. Потом в январе нам роб сказал, что она уходит, и мы были твой месяц без роба, как-то. У вас все команды, а сколько людей делали? Ну, в начале года сделали что-то работа. 50 лет. Зацелил? Да. Без роба. Ну, это как без роба. Без роба можно же делать продаж. Да. Ну, там 7 человек, да. 7 человек, из которых 4 человека со мной работали 5 лет. 4, 5. 4, 5. 4, 5, 5. Потом у нас появились... Мы улетаем в Китай, и приходят два парня и говорят, мы робот, давайте зайдем к вам на проект, попробуем. Я такой смотрю на них и думаю, давайте. Они попросили больше людей и новый офис. И пока я ездил в Китай, мы берем в новый офис. На трассе был трафик, запуски, а команда сама себе жила. Ну, сама что-то рулила, приходила на оговорки, привела к твоей неделе. Давайте все-таки подытожим. Какой персонал был? Сколько в отеле продаж? В отеле продаж 7 человек? Было 7 человек в начале года, а потом в марте, апреле. В апреле был главный бухгалтер и два помощника у него появились. Анакураторы? Нет? Нет, один кого-то было. Один? А, один кого-то. Да, один. Ну, так как я программу веду сам в живую, я запрягаюсь в нее, и я полтора месяца как-то там внутри. И схема... То есть, как в группе с командой на запуске... Мы всегда заманим эти команды, нам вот это больше дело нет. И чем поменьше, тем лучше. Да. Чем поменьше, тем лучше. То есть, мы, в принципе, если стараться на эту Катя, жена на ней просто... Потому что у нее есть ИП в России, слава богу, у нас появились 150 миллионов, и ее мама еще, слава богу, еще 150 миллионов. И вот сейчас ее папа еще 150 миллионов. Не говорится облично. Не, это вполне легально. Они по контракту продают, у них есть договор, все. То есть, они продают, они как партнеров. Вот. В Украине у нас тоже есть такая группа партнеров. Вот. Мы открыли еще компанию в Лонг-Конге, в Штатах, в Айонге. Вот, но об этом мы еще ничего не знаем, как это будет, мы потом расскажем. Просто семейный вид, да? Да, у нас просто семейный вид. И, в принципе, если мы вторым высадимся где-нибудь на необитаемом острове, то с компьютерами мы что-нибудь замутим. В идеале, то есть, если человек не перестраивается на то, что он делает сам на твердую четверочку, пойдет постоянно на три, то есть, с ним вы не будете расти, и это будет постоянный поток проблем и ссор. И мы, короче, в конце лета мы, получается, опять сносим робов, часть продавцов, проекта. И у нас опять не дропы, я в сториз. Мы придумали, кстати, классную оборонку для поиска людей. Я записал одно видео, ну, там, несколько видео на позицию, которые тебе надо. Ты запускаешь это видео в таргете на город, в котором тебе нужен человек. Ну, если он лайк, да. Да, она крутится там в фейсбуке или в инстаграме. У нас тут твоих, которые касаются, я знаю. Ну, у вас их надо. Это хорошая, лояльная аудитория, в которой есть талантливые и способные люди, которые уже восхищены или тобой, или продуктом, и им идеологию не надо выстраивать. Вот это очень важно. То есть, они уже понимают, куда ты идешь, они, в принципе, туда. Продавцы большинство приходят к нам, чтобы научиться делать бизнес с Китаем. Вот. Ропа мы долго пытались найти для себя. И был человек, который недоволен был результатами работать в другой команде. И он как бы к нам двигал. Чуть-чуть двигал. Вот. И мы решили стараться, потому что, если кто-то двигает в нашу сторону, то надо пробовать, экспериментировать, смотреть. Вот. У нас появился новый человек в сентябре. Он начал опять вынимать новую команду. И опять переехали в другой офис. Опять достойно денег, ресурса. Ну, это интересно. Вы знаете, как из квартиры в квартиру приезжать, где-то новые шторы. Как циклы сделать? Сколько циклов в квартире с момента регистрации? Опять же, мы стремимся две недели сделать поток. То есть, чтобы у отдела продаж состоит задача пушить людей на доплату после брони в течение двух недель. И мне, например, понятно логика, почему стоит людям продавать сразу фулл-чек. Они же готовы, они хотят уже учиться. Но, так как, например, у нас начинается за два месяца до старта какая-то активность, Человек, получается, должен заплатить деньги, а учиться будет через два месяца. И тут есть такой период, знаешь, как запоздалая реальность. Человек через два месяца может, ну, там, не хотеть или что-то только в больницу попасть. Или еще, ну, то есть, с ним что-то происходит. Мне очень панирует вот эта идея продавать завтра, продавать после завтра. Я, честно, не знаю, как к ней перейти в этой программе. Ну, да, есть очень простой кипяй, который поставлен. Ну, есть задача просто сделать так, что мы на протяжении 7 дней каждый пятый, кто заплатил брон, платил половину или полную стоимость. Если так будет, то мы покупаем, что проценту тратка в течение двух недель. Ну, там, простые прощеты. Если каждый пятый, вот такая задача стоит перед рукой. Если он это делает, мы можем просто жарить жар. И, словно говоря, идея на 10 лямовую карту, может быть очень много отвода. Я думаю, ну, с вашим подходом к трафику, как если вы перестроите модель запуска, потому что запуск каждый день, то вы можете очень сильно разобрать. Я думаю, я не понимаю, как в рамках программы, которая достаточно эффективно может проходиться за полтора-два месяца, зачем ее впихивать в год или... Не, не обязательно впихивать в год. Просто ее может реализовывать команда экспертов вместо тебя, например. Потому что я правильно понимаю, что вот этот месяц, в котором вы отдыхаете, он, в общем-то, связывает с тем, что, вон, ты отдыхаешь, да? То есть... Ну, в этот месяц, например, ваш этот раз. То есть мы передаем эстафету. Нет, на самом деле... Зачем вот, условно, год это очень огромное количество времени в целом, да? 12 месяцев всего. Зачем какие-то месяцы отдыхать, смелить трафик, не продавать? То есть, как бы... Да, безусловно. Просто у нас другая сейчас модель. Дима сейчас ведет программу в живую. Я уже полгода его пытаюсь... Может, вы его убедите тоже. Убедитесь, что не стоит этого делать. Потому что программа в трафике у нас не живая. У нас там живые ответные вопросы и живые разборы. И ни одной жалобы из двух тысяч человек, которые отучились, мы им не получали. За счет того, что курс онлайн не проходит. И это не есть проблема, на самом деле. Просто Дима, в любом случае, как живой человек, он ведет ее, и фокус его внимания направлен на то, чтобы дать людям пользу. И в любом случае, как бы, он на этом больше сфокусирован. Но сейчас я веду 25-й раз. Если мы сейчас переведем это в запись, все очень круто сделаем. Знаете, как сделать, например? Раз в месяц. Чтобы не продало качество, да? Хочется, чтобы по максимуму получали. То есть ты, как методолог, как эксперт главный, ты можешь как-то включаться в людей, обучая их лично, там, ну, групповольные, куда-то создавать. А ты можешь следить за показателями результативности. За показателями того, кто смотрит уроки, как они увлекаются, да? То есть взять эту вот сетку аналитики и уже как вот такой полководец следить за тем, чтобы все показатели были. То есть вместо того, чтобы в 26-й раз там что-то произносить, это тоже, ну, можно же один раз, ну, 26-й, наконец-таки, финально произнести. Ну, может быть, предфиналем, потом, потому что нужно перезаписать, то ты будешь реально видеть, что люди в этой финале поняли. Ну, как бы, более, ну, то есть, и ты можешь постоянно улучшать, а потом еще можно улучшать силами других людей, потому что, можно сказать, слушайте, найдите такого вот эксперта, чтобы он рассказал там про таможенное регулирование, там, другими словами. И когда у тебя, ну, то есть, человек смотрит вебинар, у него же самое главное, что там на вопросы он ответили. И на эти вопросы отвечают, там, кураторы. Я понимаю, например, самая большая беда, считаю, что человек, когда загорелся, вот он на самом деле хочет внедрить это завтра в идеале. Ну, в идеале, чтобы он учился завтра. И, конечно, я понимаю, что там часть людей, которые там, они просто не хотят ждать два месяца, там, до начала программы, и явно мы бы могли учить их сильно больше, там, в разы. Если бы запускали, там, ну, грубо там, через неделю, через две недели, или там, прям завтра, завтра. И какие клиентов, какие, наверное, здесь, которые сюда приехали, там, ну, какие-то предпринимательства встречаются, там, но, которые бы заплатили, там, перед вылетом, мы тоже были. Хорошо, мы потом прощаемся. Мы много чего видим сейчас. Как вырастим в 10, сейчас не знаю. Но хотим. Желаем вам, всем захотеть, вырастить в 10 раз. Вот. Давайте вопрос на экран, наверное, только просто пишите вопросы в чат, может быть, лучше, чтобы можно было быстро отслеживать. Я сейчас даю какую-то черту своих инсайтов. У меня первый сайт, он такой, когда, гад в мире, была пауза у прогресса в беге. Люди не могли преодолеть, по-моему, 4-минутную отметку, беги в милю. И как бы кто ни старался, но просто невозможно было. И в обществе пошло такое, что физически возможен человек, а просто невозможно, чтобы в одну милю бежать быстрее, там, 4-минут или примерно такое время. И как-то один парень, который не был профессиональным спортсменом, он решил побить этот рекорд просто как-то утиристично. И я уже детали не помню, то ли он это со своей собакой сделал, то ли он сделал два друга, с которыми он соревновались. То есть он понимал, что он как бы с кем-то не может соревноваться, но с двумя может. Один полмилли не пробежал, другой полмилли не пробежал. И он побил рекорд. И после этого, когда профессиональный спортсмен увидел, что кто-то побил рекорд, а в течение этого года около 5 еще было кейсов в мире побитых рекордов. И вот сейчас мы все там в ситуации такой типа в УБМ, он же не в онлайн школах, да? УБМ это такой лидер, за которым, ну вот у нас такое внутреннее желание, ну там, жахту и пэр. Честное и искреннее. Надо какого-то жахту, то есть надо играть. А у нас длиннее, мальчики. И вот соревновательность, она интересная, и то, что действительно, мы много трафика гачим, и у нас такое ощущение, то ли оффер выиграл, то ли что, мы хотим 100 миллионов, а потом этих долганых 50, хотим 100 миллионов в 60. А где 100? 150 хочется. А у нас вот так. Вот. И тут как бы есть там свет, концерт анализа. О, ребята говорят, трафика много, трафика много. Надо сейчас уберить настройки на меня. Это первое такое надежда. И второе, что это вот как, почему полезны мастер-майнды. Сейчас по сути мастер-майнд на сцене. И, блин, сейчас еще немного мыслите. И вот интересно, да, что у нас, например, мы, каждый решает проблему как может. У нас нет крутого маркетолога или Евгенщика в команде как-то раз, чтобы решить вопрос с показателями достаточно. Ну, мы внедрили анкету, и она нам, ну, вы прям сами говорите, мы, как бы, Евгения нормально, но в том, что у нас есть анкета. При этом мы можем взять вашу технику и подавать резерв вместо, потому что цена там повышается. И, ну, или еще какую-то механику. И мы сможем еще и вебинар, потому что сейчас вот мы когда выступали, говорили, что вебинар, как бы, может быть заявки, может не быть заявки, да. И действительно у нас, как бы, ну, недостаток вебинара, что мы еще не можем сказать, насколько это все. Потому что у нас есть пред, какой-то предвестник, но нет, как бы, пока дело в нашем ближайшие деньги, нету второго. А у вас, как бы, нет предвестника, но у вас есть предвестник в виде вот этих предков. Тоже интересно, потому что если они внедрят анкетирование, мы внедрим это, чтобы тут больше контроля. У каждого есть какая-то сильная нагара, которой он вырос. И вот когда ты соединяешь эти, да, ножки, то у тебя стол уже ни на одной ножке, ни на двух, ни на трех, там, полноценный. Ну, для этого идея. И еще одно, чем можно поразмышлять, может быть, там, в личном же упаковочице, это вот у нас там отдел продуктов слишком большой, как бы, и мы еще, конечно, будем наращивать, делать еще дороже, хотим еще кучу людей привлекать. Потому что для нас важный параметр – это доведение людей до результата. А ты, как бы, по сути, один идешь. Да, и тут такое… Ну, я как поискренне понимаю, что 3% там, что-то сделаю. там, хотя бы 20% программы сделаю. Остальные, ну, как бы, ну, это их выбор, да, их личная, а ты мыслишь по-другому. То есть ты хочешь всем добить. Здесь вопрос еще такой, когда человек платит, условно, 60 тысяч рублей у вас в среднем, 60 человек, да? У него ожидания, узнаю, попробую. А когда он платит 260 и выше, и мы, как бы, ну, у нас есть. У нас даже в такой же цене. Что интересно, мы понимаем, что у нас прорыв, может быть, там, огромнейший. Это вообще мотивация людей, как бы, какие точки нажать, чтобы они там… Не знаю, мне хочется, люди, в первую очередь, учатся, ну, там, желание учиться не только в инструментаре, а в перенятии каких-то парадигур. То есть, перенятие модели жизни личности, и хочется учиться у человека. Ну, у меня, так было, да, там, я себе выбирал, там, чудиков, которых, в которых что-то было яркое, да, там, у американцев есть франкер, ну, нравится, вот, чувак, там, с помощником, делает, там, какие-то миллионы долларов, живет Сан-Диего, русская жена, ну, там, просто, ну, такой, сидит дома, там, на потом что-то снял. То есть, какое-то ощущение, значит, свободы. Про Трофея, какие у вас основные каналы Трофея? Facebook, VK. Мы все… В основном, тачки у вас 80% Facebook, Insta. Смотря на что, смотрят, какой цель. Есть ли аургинары – да. Но, если там на веб-проятии, то, конечно, Кэмраси и YouTube… Видео креативы используете? Конечно. Кто-то отдельно это производит? Мы пишем с Димой сценарий, он делает это замечательно. А, Дима сам снимает, да? Да, но есть там обычные, там, разные модели, там, например, даже Айда, таким вот, привлекает внимание, потом заинтересовывает, привлекает, привлекает действие. У нас было несколько необычных креативов, где я присылаю Тарасу, присылаю, говорит, говно, говно, фу, как ты мог такое сделать. Он так не церемонится за словами, а я, как человек творческий, меня это вгоняет в такой прям, в тростняк, там, дерьмо, давай пью. Вот. Я вот как-то после такого тростняка очередного, так и зазлился на него, там, он будила, блин. Короче, говорю, мы в Китае, я говорю, Денис, короче, бросай камеру, и он ее бросает. И я такой говорю, о, точно, вот так и снимаю. И ролик с брошенной камерой был самым конверсионным. Надо быть готовым слить квартиру на трафик. Только с умом, если вы это все можете посчитать. Потому что сейчас люди сольют. Ну, отлично. Ну, хорошо, что сольете, это вас замотивирует учиться. Ну, вот, кстати, это интересно, что у тебя был проект до этого. Просто, чтобы вы понимали подход. У меня был в 2011 году, я купил домен покер-скул. У меня была покерная школа пару месяцев. Ну, понятно, да? Я как ты новый такой. Мы, например, считаем, что развиваться надо постепенно. То есть и трафик наращивать постепенно. И делать периодически вот такие рычаговые действия, когда ты там увеличиваешься в полтора раза. Ну, ежедневные бюджеты. И смотришь за окупаемостью, там, неделю подержал, там. Ну, чтобы не сильно большой минус можно было уходить. Потому что и в астрологии, и в акселе у нас были моменты, когда мы вот делали это рычаговое действие и не росли. Но минусы не ловили. Просто там дивидендная прибыль была не 50%. Ну, слушай, тогда каждый должен найти для себя метод. Ну, вот каждый из вас должен найти для себя метод, где вы прикладываете минимум усилий и получаете максимум результат. Вот мы в состоянии стресса и улыб, делаем максимальный результат. А по поводу жахмат, деньги и всю рекламу, это вот есть два способа. Ну, мы заметили, что в акселеаторе есть люди, которые приходят, у которых есть много денег, и у них они тогда еще ходят не только учиться у нас, но идут еще на личный проект учиться, на ораторское мастерство, потом они идут учиться на курсы самоуверенности. И, как бы, понятно, как долго они открывают на нашу школу, на что-нибудь бабок много. И им лучший совет – это потратить деньги быстрее на что-нибудь. Потому что те, кому нужны деньги, у них как бы рост очков меньше становится, они начинают думать, ну, просто они понимают, что если завтра они заработают хотя бы сотни тысяч рублей, им кормить семью будет нечего. И у них сразу появляется четкое мышление, и у них быстро все происходит. Поэтому, да, мы говорим, что не надо тратить много денег на рекламу, но те, у кого много денег есть, и есть ощущение, что нет успешки, как бы я сейчас еще ораторскому мастерству поучусь, а потом только вебинар буду делать. Вот тех долго очень будет получаться. Два вопроса еще. Евгения спрашивает, в течение двух месяцев цикла сделок, который у вас, насколько часто и какими периодами идут прозвоны отдела продаж? Вообще, этот продаж-то очень интересная тема, на самом деле. Отдел продаж звонит всегда. Но мы не можем их похвастаться, так как мы не обрабатываем даже все лиды, мы их просто сжигаем. Мы сожгли 40 тысяч лидов. Да, это уже много было. В прошлом месяце. Ну да. Как вам? Короче, в отделе продаж нужно человек 50-60. Вопрос. Ну, как часто звонит ребят, то сразу же угли падает. Так, а сейчас сколько у вас в отделе продаж? Около 20 человек. На счет 80-60. Я не знаю, тут у меня, например, Тарас говорит 50-60. У меня тут возникает вопрос с лисообразностью. Потому что любая боевая единица, да, это... Боим на 35 сейчас. 25. У нас, условно, там 35 человек, из которых 10 это не отдел продаж, а производщики до вебинара, и 25 это 35 плюс здесь. Сейчас, может быть, набрали, но, условно, по итогу 10 месяц назад у нас было около 30 людей, 35. Из них 26, которые постоянно работают, это именно продавцы. И еще помнишь, была там, ну, Леша говорит, я знаю, как сделать так, чтобы каждый продавец делал 5 миллионов в среднем. Огонь. В месяц. Потому что у нас на продавца стоит, ну, 400 тысяч долларов. Ну, это... в год. Нет. Ну... Мне кажется, вам вы круто вырастите за счет среднего чека и за счет этого автоматизации потоков. То есть там раз в два точно. Сейчас покажу, за счет чего тоже может много кто вырастет. Я сейчас лично в этом точку роста. Это очень важно понимать. Значит, смотрите, если вы вспомнили то, что я рисовал воронке, есть planning page, люди приходят на наценки page, да? То есть 30 процентов, условно говоря, мы там пригнали там, ну, 10 тысяч подписчиков, например, да? Из 10 тысяч подписчиков в итоге там всем прогревало там и цепочки, мы получим 4 тысячи номеров. Теперь смотрите, внимание, 4 тысячи номеров. Реально, вот тут есть люди, которые и придут на вебинары, которые не придут на вебинары, которые не придут на вебинары. Мы им не звоним. Дальше. Есть вебинары. Есть две категории лидов. Первая категория лидов, это которые зашли. Это с ними, я считаю, можно как-то по-другому общаться. Есть категория лидов, которые досмотрели до конца. Это тоже категория лидов. Есть, которые оставили заявку. Это три категории лидов вообще. То есть мы звонили примерно полугода только тем людям, которые оставили заявку. Когда я начал в это все вникать, ну распрятаться, как это все работает, ну простраивать, понятно, как бы нелогично мне звонить и тем, и тем. У нас настолько много лидов, вот мы сейчас если сравниваем в цифрах, просто там все разобрать на 20 миллионов, у вас на 20 миллионов одно количество лидов, но у вас там стоит там 5 долларов на лид, а у нас стоит полтора долларов на лид. У нас лидов очень много. У нас подконечное количество лидов условно. Мы просто физически, силами 20 человек не успеваем даже вот этих прозвонить. Мы просто игнорируем вот эти лиды вообще. То есть мы просто им не звоним. Их там реально очень много. Теперь мы даже вот этим, кто зашли, не звоним, потому что у нас очень много лидов. Мы звоним только тем, кто досмотрели до конца, либо нажали на кнопку там, типа перейти в конце вебинара, либо те, кто оставили заявку. И то у нас замечено кучу-кучу-кучу таких вот провалов. Ну то есть... Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Отдел продаж – это на самом деле слабая сторона сейчас. Вот в этом .роста очень большая. Все, заканчиваем трекльенцию, идем в уголе учить генерскую гену на конца. У нас самая сильная это отдел продаж. Ой! Аминь. А потом я продаем активнатор отдела продаж и активнатор лид-генерации. И делаем вместе 10x. Ребята, поаплодируйте, как вам понравилось, как было полезно. Спасибо.